Всем привет! С вами Мистер Миха, и сегодня, как я обещал, будет начало кампании уже на Компьютерных Героях 2. Как я говорил на стримах по Телефонным Героям 2, Телефонные Герои 2 и Компьютерные Герои 2 отличаются в плане кампаний. Ну и некоторыми мелочами. То есть, сфинксы в Телефонные Герои 2 как декорация, ну и прочее. Так, ну шо ж, а сегодня мы начнем кампанию Арчибальда уже на Компьютере. Так, и кто в первый раз вообще сюда зашел? Приятного просмотра, а я увеличиваю громкость. Все беды начались три года назад, когда скончался старый король, лорд Айрллист. Король оставил двух сыновей. Роланд был добр, благороден, честен. Арчибальд был совсем другой. По традиции, наследника должен был выбрать королевский прорицатель. Однако он внезапно и нелепо погиб во время кораблекрушения. Такая же судьба ждала и его прием. Фредерик выпал из окна. Роберта убил дракона. Йогана отравили. Арчибальд обвинил Роланда в убийстве прорицателей и объявил своего брата в незаконах. Опасаясь за свою жизнь, Роланд сбежал на запад в свой замок. Когда Роланд исчез, Арчибальд легко смог повлиять на решение нового королевского прорицателя. Прорицатель назвал Арчибальда, и на следующий день тот возложил на себя королевскую корону. Так началась война наследников. Кому ты будешь служить? Так, ну и шо ж. Нам дают выбор, за кого мы будем играть в кампанию. И я как обещал, что мы поиграем за Арчибальда. То есть, я выберу где-то 16 раз Арчибальда и 16 раз Роланда. То есть, я сделаю прохождение по всем веткам. Это касается всех кампаний Героев 2. По всем альтернативным веткам. Но я начну кампанию Арчибальда с самой любимой веткой. Ну, альтернативной веткой. Ну и давайте выбираем Арчибальда. Сейчас снова увеличиваю звук. И продолжаем. Спасибо, что выбрал меня. Ты увидишь, как я щедрый к вассалам, сохранившим мне верность. С трусливыми лордами, которые отказываются проселить мне, у меня разговор иной. Я король, я не Роланд. Всякий должен склониться перед мной. Ступай, я уже приготовил золото, которым заплачу за то, чтобы примерно наказать непокорных, расположившихся ближе всех к моему замку. Закруши их и доложи мне о победе. Амулет поможет тебе связаться со мной. Так, и... Нас... нам дают выбор. Кого же взять? Ну, давайте-ка... Думать. Ну шо ж, вот, первая кровь. Король Арчибальд требует, чтобы вы разгромили трех противников, которые обосновались в этих землях. Они не связаны между собой с союзным договором. Поэтому, по большей части, они будут тратить силы на вражду друг с другом. Победите, как... Победите... Вы победите. Когда все их замки окажутся в... Ваших руках. Ну, чё, ещё сказать. Вот. Кстати, классно мигают вот эти алмазы, да. Ну, малый светок и кольцо мога, думаю, оставить, так как магией я особо пользоваться не буду. Тут надо идти в быструю атаку. Так что я, пожалуй, оптимальным вариантом будет 2000 золотых. А теперь приступаем. В этом сценарии вам противостоят три противника. Вы должны захватить их замки и победить всех героев. Только тогда Арчибальд признает, что вы достойный соратник. Так, нам срочно надо, чтобы у лесопилки стояли самые слабые существа во вторых героях, поэтому... Сейчас мы будем перезагружаться. О, вот, самые слабые существа. Отлично. Думаю, давайте сразу сохранимся. Блин, чё... Так, шо я сделал? А, неважно. Ну, пускай прохождение один будет. И группа крестьян в поисках славы желает примкнуть к вашему войску. Вы согласны принять их? Да, я согласен принять. Так, там полным-полно серы. А это мне уже... Мягко говоря... Ну, не, у Сега-то понятно. Мне не очень кажется, что там расположились... Орки. Да, у шабейка. Так, шо мы можем отстроить? Гильдию магов. Ставим гильдию магов, значит. А теперь вставим мавзолей. Так, где там? Только три куска есть. Да, уж обидно. Пару кусков не хватит. Не хватает. Так, а сколько нам надо? Десять кусков коды. Серьезно. Так, так. Так, ну у нас есть доход серы. Так, шо? Я думаю, шо сделаем как-то так. Берем золото. А-а-а-а... Да. Поставим статую. И поставим ему, пожалуй, колодец. Возьмем грудную шахту. А, и здесь еще кристальная шахта. Нужна ли она? Их знает. Ну, я знаю, шо надо... Пить дрова и... Поставите лабораторию. Наступает новая неделя. А мы уже всех отстроили. Ну, кроме вампиров и мульти. Но они особо мне и не понадобятся в данном сценарии. Теперь же нам надо... Достаточно так неплохо подкопить золото. Нападаем на крестьян. Ну, и как-то так побеждаем. Получаем девять скелетов, теряем четыре. Так, нанимаем четырех... 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 Костяных Дхаконов. Наступает неделя Мангуста. А мы выходим в атаку. Забираем кучки золота. Разроняем троллей. И снова же забираем золото. Да, в последнее время я очень часто беру золото, сука. Ага. А вот и гномики. Которые разбегаются. Возьмем логистику. Понадобится. И там... И здесь сидит всего лишь три друида. Давай, убивай друидов. Прекрасно. Получаем скелета. И... И-и-и-и. Так, и... Давайте посмотрим, что у нас есть. Здесь есть Дрожь Смерти. А это, кстати, хорошее заклинание для Некрополя. Все, зеленый выбыл из игры. Начинаем дальше продвигаться. Здесь же я найму Зама. Найму еще Личей. Скелеты пускай так остаются. Вот жаль, что в Героях 2 нет преобразователя скелетов. Было бы... Можно было бы крестьян в скелетов превратить. Это было бы... Очень даже полезно. Ну да ладно. Так, отдаем, значит, Драконов и Личей. И идем пробивать, скорее всего, Кочевников. И Кочевники разбегаются. Замечательно. А вот и Лорд Кильбурн. Ну шо ж. Так. Да, сейчас дойду до моих Личей. Бедные Личи. Личи. Так, ну Личи, я думаю, справятся с вами. Ой-ой. Да, одного дракона снесли. Глупая смерть. Костяного дракона. И получаем Некромантию второй ступени. И дальше я случайно напал на Медуз. Я, знаете, я, пожалуй, как-то перезахожусь, так как я на них нападать не очень-то и хотел. Сейчас, возможно, сыграем с потерями где-то в полиции. Странно, почему такая сильная молния у рыцаря. Ну да, ну да, все равно. Ну ладно, у меня тоже неплохая молния. Давайте ударяем по крестьянам и ударяем по стрелкам. Да, сбегает. Ничего с этим не поделаешь. Возьмем Некромантию, так как следопыт вообще бесполезный навык здесь. Замыч. Ну, Замыч, ты идешь в... Сэндкастер. Кто у тебя здесь рухи? Ну, придется пробить. Не, ну то, что мы, скорее всего, потеряем личи, это факт. Вот уже минус один лич. Но драконов там мы вряд ли потеряем. Вот что дают костяные драконы. Минус один к боевому дуру. А это, как вы знаете, неплохо. Так, давай ты наймешь драконов и наймешь личьей. И берем в осаду город волшебников. Ага, понизил защиту на 3. Ну, шо ж. А я камеру положу на этих костяных капонов положу. Ну, думаю, можно укрепить. Да, прибиваем ворова. Берем, скорее всего, стрельбу. Потому что заклинания большего уровня вряд ли изучим. Не успеем отстроиться. Да и, в принципе, зачем надо. Так, а вот тут оранжевый ходит. Димитрий. Ну да, ну да. Так, ты меня напрягаешь. Давай-ка я... ...найму здесь всех. Кого только можно. Там феи, гномов, эльфов. Лучников по бокам. И ждем-с. Нанимаем здесь эльфов, друидов, единорогов. Кого я тут еще не нанял? Феи еще не нанял. А... Амброзий. Или Роксана. Давайте Амброзия найдем. И выбьем этого желтого рыцаря. Ну да, мы все же истерим его. А тут уже не факт. Так, кем мы сейчас ходим? Фейки? Да, фейками. Да, и теряем здесь только 10 феек. Неплохо. Возвращаем шахту. И... ...можно идти к желтому. Так, амброзий. Ты берешь замок. Ты увольняешь крестьян. Ты тоже, наверное, увольняешь крестьян. И... ...так же берешь драконов и... ...лички. Так, замочь. Так, это... Так, Реалду. Реалду. Ладно, давайте... ...25 скелетов отделим. И отдадим все Реалду. О, здравствуйте, сэр Галланд. Я слышал, что у вас где-то есть замок. Да, вот он. Так, а я... ...ухожу отсюда во вторым героем. Так. Нет, город мы возьмем. Единственное, кто тут вполне... ...серьезная опасность передавляют, это... ...садники. Ну и, возможно, лучники. Все. Давайте по приколу как-то еще здесь забабахаем удар. Ну да, на самом деле... ...это слабоватое заклинание, потому что у меня... ...сила магии всего лишь 3 единицы составляет. Все, с самыми опасными юнитами... ...вполне разоргайтесь. И все, город взят. С потерей в одного лича. Скачаем стрельбу, потому что... ...города мы брать больше не будем. Все. Теперь ждем конец желтого. Ну да, ну да. Сейчас будет минус зам. Покойся с миром, зам. Ты мне верно служил. Ну шо ж, я тогда нанимаю ранулу. Или ранулу? Тихо, его знают как правильно. Ну да, защит... Но здоровье 15. Так, неплохо. Так, ну ладно. Раз пошло такое дело, я поставлю левую башню. Так, а теперь поставлю правую башню. Что? Это уже Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну да, уже сняли двух лечей. Ну и давайте-ка по копейщикам жахтим. Не знаю, где-то я 23 скелета взял. Так уж еще. И сразу поставим. Вот за что я люблю лечей. Сейчас лечей, да, заходят с той стороны. Я не знаю, не знаю. Я не знаю, не знаю. Так, пускаю волшебную стрелу в копейщиков и бью скелетом. Да, скелетов тут уже нету. Выносим всех мечников и выносим всех скелетов. Остаются только сами копейщики. Так. И еще волшебную стрелку пускаю. И все, город отстояли. Желтый сокрушен. Отлично. Но это уже следующие миссии. Мы посмотрим данное вступление. А на сегодня все. Всем пока.